Официальный печатный орган Государственного Совета Чувашии, газета «Республика» отметила 25 лет со дня основания. В Национальной библиотеке прошел круглый стол. Его тема – современный парламентаризм в публикации в газете «Республика». Первый номер «Республики» вышел 8 марта 1996 года. Александр Белов тогда возглавил газету. Он рассказал, что название придумали еще в 1991 году. Тогда хотели обновить советскую Чувашию. Была мода на замену всего советского. Но бренд сохранили, а название пригодилось. А через пять лет, когда было решено кавалерийским наскоком создать парламентскую газету, вот буквально из кармана было вытащено, давай назовем «Республика». Убрали только Чувашию. Опять же, надо бы «Чувашскую республику» называть опять официальной сложности. Вот оставили «Республика». Повторюсь, газета создавалась в попыхах, без всякой подготовки. Не уверен, что все делалось правильно. Скорее, больше неправильно, чем правильно. Но тем не менее. С тех пор, конечно, многое изменилось. Но как и 25 лет назад, задача газеты полна и объективно освещать все ключевые события, происходящие в Чувашии и парламенте. За это время здание стало постоянной площадкой для общения депутатов со своими избирателями. Сегодня газета все-таки стала помощником законодателей Чувашии. Действительно, депутаты Госсовета и Государственной Думы Российской Федерации всегда выражают свою позицию по тем или иным вопросам, которые наши граждане-избиратели поднимают и свою позицию через эту газету высказывают. Ну и, конечно же, много сегодня в газете у нас печатаются материалы именно с комментариями. И после всего этого, конечно же, идет уже живое общение на страницах нашей газеты. Газету «Республика» с юбилеем поздравили депутаты Государственной Думы и Государственного Совета Чувашии. Петр Краснов подчеркнул, что за 25 лет издание не изменило себе. В доступной форме разъяснять читателям закона и нормативные акты. С одной стороны, такой газеты, такого органа в республике, конечно же, нет. Наверное, и быть не может, поскольку являюсь органом законодательной власти, Государственного Совета. С одной стороны, просто мы обязаны или газеты обязаны публиковать и законы, и постановления Государственного Совета. С другой стороны же, есть журналистский коллектив, прекрасные ребята, которые хотят творить, писать, летать, находить, искать. Вот это вот удается. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, «Республика».